Приветствую вас, дорогие друзья. Это программа «Открытая студия» и я ее ведущий Александр Евдокимов. Наш сегодняшний гость депутат Государственной Думы, врач-хирург, кандидат медицинских наук Алексей Владимирович Куринный. Алексей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Стало известно, сейчас во многих СМИ проходит эта информация, многие написали статьи и новостные заметки о том, что государственные больницы стали сокращать закупки лекарств. В частности, закупки сократились для районных стационаров на 32%, а для городских на 28%. Кто-то связывает это с санкционной политикой, кто-то с проведением специальной военной операции, а кто-то, различные эксперты говорят, дескать, вот ковид у нас практически ушел и поэтому сокращаются расходы. С чем, по вашему мнению, связано вот такое сокращение? Ну, первый, для начала Минздрав уже проверк подобные цифры и сказал, что это взят такой узкий срез конкретно на определенную дату. На самом деле, после того, как пошли торги, пошла оплата, цифры изменились. То есть, по их данным, затраты на приобретение лекарств выросли в целом где-то приблизительно процентов на 11-15, в зависимости от дня, который они отсчитывают. Некоторые сокращения, безусловно, из-за того, что ковид ушел, было. Это объективно, никуда ты от этого не денешься. В части того, что связано со спецоперацией или с какими-то дополнительными секвестрами, пока это все не докатилось до сети здравоохранения. Поэтому, я думаю, эти факторы пока учитывать смысла никакого нет. Просто была бы дополнительная потребность в лекарственных препаратах в прошлом году, в этом году ее нет. Ну и по естественным причинам закупки сократились. Зачем покупать лекарственные препараты, которые не востребуются? Тем более, что многие из них находятся на складах, так же, как, например, и знаменитая вакцина наша, которая тоже была куплена на многие десятки миллиардов рублей. К большому сожалению, осталась невостребованной. Я пытаюсь получить от Минздрава уже третий месяц цифру, сколько, какой запас, на какую сумму находится на складах. Но пока, кроме регулярного продления сроков годности этой вакцины, реальных ответов не получаю. Сколько же этой вакцины оказалось невостребованной сегодня и сколько, по сути, государство впустую потратило средств. С чем, по вашему мнению, Алексей Иванович, в этом отношении есть желание у Минздрава скрывать эти цифры, эти данные? Ну, это будет некрасиво, если там окажется, например, на 30 миллиардов рублей была куплена вакцина, которая будет списана в ближайшее время. Но, надо сказать, как бы наш Минздрав все здесь не одинок. Такая ситуация на фоне вот такой вот пандемии произошла во многих странах. И многие, скажем так, производители этих вакцин сегодня имеют колоссальные запасы. В том числе оплаченные или в основном оплаченные из бюджетных средств. Наверняка у этого есть какие-то свои бенефициары. Я имею в виду те, кто скрывают данные. Не, ну те, кто заработал, они бенефициары, а те, кто скрывают, это просто люди, которые не хотят, чтобы эта информация стала доступной. Кем-то обсуждалось, критиковалось. Кто-то бы говорил, а вот мы вот предполагали, что будет именно так. Хотя, по сути, там год назад, даже не год, два года назад вряд ли кто мог предположить, куда пойдет и куда выведет эта самая кривая. Поэтому, ну, мне кажется, это такая общая ошибка, то, что старая вакцина оказалась не столь эффективной против меняющегося, видоизменяющегося вируса. И на сегодня вы видите, и тот же Китай, который был хорошо вакцинирован, практически там 90 с лишним процентов, и та же Европа, которая была хорошо вакцинирована, фактически оказались в таком же положении с заболеваемостью новыми штаммами коронавируса, слава богу, менее опасными, как и остальной мир, который не вакцинировался. То, о чем вы сейчас говорите, это прям может стать таким неким бальзамом на душу тем, кто как раз опровергал все эти антиваксеры. Ну, нет, это как бы момент, они работают на, скажем так, при определенных условиях. И когда был опасный штамм, когда была высокая смертность, когда было высокое количество осложнений, безусловно, вакцина или все виды вакцин в различной степени эффективности помогали. Помогали или снижали вероятность смерти, снижали вероятность получить тяжелое осложнение после этого ковида. Дальше, когда это все перешло в разряд, фактически, или переходит сейчас в разряд такого банального гриппа, или почти уже перешло, естественно, что ни такой смертности, ни таких осложнений, ни той угрозы, которая стояла, сегодня нет. И, естественно, вакцинация, которая воспринималась первое время как единственная панацея, спасающая все, сегодня не работает. Мягко скажем, не работает так, как предполагалось. Алексей Владимирович, все-таки возвращаясь к закупке лекарств районными и городскими больницами, вы владеете информацией, откуда именно эти закупки осуществлялись? То есть, это именно наши, отечественные производители, либо была вот такая связка тесная именно с зарубежными производителями из Европы? По статистике сегодня в Российской Федерации 80% препаратов – это препараты отечественного производства. Даже если субстанция приобретается за границей, все равно считается отечественным, условно. 20% препараты из зарубежных стран, из них половина как раз из недружественных стран. Но это вот по количеству препаратов, если мы возьмем. Если по стоимости, то здесь соотношение немножко другое. Здесь порядка 55% – это отечественное, и 45% по деньгам – это импортные. Понятно, что импортные – это как раз препараты современные, дорогостоящие препараты, которые часто не имеют замены в Российской Федерации. Но, слава богу, пока ни одна фармкомпания, во всяком случае, открыто не заявила, что она приостанавливает поставки, что она вводит какие-то санкции против Российской Федерации. До этих мер пока не дошло. Кстати, ни разу в новейшей истории человечества ни одна из стран таким образом другую не наказывала, лишая ее граждан лекарств, в том числе эффективных, современных. Правильно я понимаю, что в данный момент можно не сильно опасаться за то, что это может произойти? Этого нет. Есть нивелируемые сегодня проблемы с логистикой, когда лекарства было сложно завести, потому что грузоперевозчики не сильно разбирали, что у них там лежит, матрасы, еще какие-нибудь вещи или лекарства. Сейчас более-менее порядок наведен, хотя провалы в определенных видах лекарственных препаратов есть. Есть сложности и в ближайшее время будут с современными лекарственными препаратами, потому что практически все ведущие страны и производители не перестали поставлять лекарственные препараты, но прекратили сотрудничество в части клинических испытаний на территории Российской Федерации. А что такое клинические испытания? Это обязательный элемент при регистрации лекарственных препаратов, для того чтобы его разрешили применение в Российской Федерации. Когда они свой экспериментальный препарат или перспективный препарат обкатывали в рамках клинических испытаний в России, естественно, он быстро регистрировался, он становился доступным для наших граждан. Сейчас этот период либо затянется, либо нам придется пересматривать свою регуляторную политику, то есть принимать результаты клинических испытаний, проведенных в других странах, учитывая, что на нашей территории они проводиться не будут, исходя из политики ведущих производителей фармпрепаратов. Это тот риск, который я сегодня реально вижу на будущее. Новые препараты, новые технологии, то, что сегодня в Россию быстро приходить не будет. Проблемы с логистикой, насколько сильно повлияли на ценовую политику в конечном счете? Если говорить про препараты из ЖНВП, это особая группа, цены на которые регулируются государством, рассчитываются, то здесь удержать удалось ценовую политику. Появился новый механизм, который позволял загладить некоторые сложности. Это постановление 1771, которое разрешает правительству повышать цены в обход существующего правила раз в год, который существовал до этого. И поэтому многие производители, у которых была угроза ухода из-за сложности логистики, из-за повышения стоимости, сегодня по ним ситуация решена. Отдельно взятые, конечно, позиции все еще в дефектуре находятся периодически, но механизм такой достаточно гибкий существует. И даже несмотря на проблемы с логистикой, цена на лекарственные препараты в 2022 году выросла из группы ЖНВП меньше, чем уровень инфляции. Это как раз можно поставить заслугу сегодня нашему правительству Минздраву. В нашей беседе в самом начале вы отметили, что 80% все-таки лекарств закупаются у наших отечественных. В этом отношении сами производители, насколько сильно пострадали от санкций, я имею в виду именно производственная база, станки и прочее. Это все тоже отечественного производства, если, безусловно, вы владеете информацией. Станков, слава богу, пока не требуется для лекарственных препаратов. Я имею в виду производственные линии, отдельные препараты, особенно для биотехнологических сложных вариантов, это, видимо, двойного назначения, которые могут рассматриваться сегодня. Это сложности ближайших лет, то есть из того, что сейчас закуплено, установлено, оно, конечно, будет работать. Я думаю, там 3-5 лет отработает. А вот то, что касается замены оборудованием, то, что касается новых линий, с этим, я думаю, будут ощутимые проблемы. Хотя, как бы, вот, идет переориентация сегодня на индийские, на китайские изделия, которые, конечно, менее специфичны, менее производительны иногда, скажем так, грубоваты с точки зрения того, что применялось ранее. Но, как замена, использоваться может. Ну, такая переориентация такая на производственную базу, соответственно, Китая и Индии, она насколько равноценна в этом отношении? Ну, мы говорим о том, что останемся мы или не останемся без оборудования. В плане качества, естественно, проигрывает. Естественно, Индия, Китай – это средний такой сегмент по качеству и нижний сегмент. Высокого качества они пока не делают. Ну, дай бог, конечно, будут прогрессировать. И как совсем недавно, вы помните, были гнилые китайские автомобили, которые никто не хотел брать. И сейчас это уже такая вполне приличная среднего уровня линейка, практически единственная оставшаяся в России. Это такая похвала Китаю. А что касается нас, то есть какой-то производственный комплекс российский, сейчас что-то в отношении него власти предпринимают, чтобы помочь? Там, может быть, субсидии какие-то, может быть, какие-то российские бизнесмены займут этот сегмент рынка, либо все Китай уже под себя подомнет. Это сложное оборудование, несмотря на то, что, повторяю, это средний и низовой сегмент, это сложное оборудование, которое просто так за год, за два под себя не заберешь. Поэтому, я думаю, будут, конечно, какие-то попытки, видимо, будут и какие-то успехи. Но пока импортозамещение в этой части производства, средств производства условно, в фармации, в фармакологии не так сильно развито. К большому сожалению, повторяю. И то, что случилось в советский период, в большинстве своем, в подавляющем большинстве угроблено. Это практически сейчас надо будет создавать с нуля. Что касается импортозамещения, ведь само слово во всех отраслях, это появилось не вчера, но теперь уже на протяжении девяти лет нам его озвучивают с федеральных СМИ, особенно провластных. Вот за этот период, с 2014 по сегодняшний день, в том сегменте, о котором мы сегодня с вами говорим, что-то делалось в плане импортозамещения? Были ли попытки? Потому что санкции появились-то не вчера, не сегодня. Ну мы начинали в тот момент с 40% собственных лекарств, сейчас 80% собственных лекарств, поэтому движение было, безусловно, не такое активное, как хотелось бы. И некоторые планы не выполнены из тех, что стоял импромторг, импинздрав. Сейчас они вообще очень скромненькие, себе прибавки дают в дальнейшем увеличении, потому что сегмент старых препаратов выбран, распространенных препаратов выбран, которые легко можно было воссоздать, грубо говоря, и производить, а сегмент высокотехнологичных препаратов, это уже совсем другой уровень биологических препаратов, а еще и многие из них находятся под патентной защитой, то есть не нарушая авторское право, не нарушая международное законодательство, их производить сегодня Российская Федерация не имеет. Мы имеем механизм принудительного лицензирования, но он пока применяется крайне редко, если не ошибаюсь, то ли в двух, то ли в трех случаях на территории Российской Федерации. И только при особых условиях может быть включен. Я повторяю, по отношению к новым биологическим, особенно препаратам, недостаточно знать там просто формулу, там уже требуются определенные технологии производства. От чего больше всего зависит выполнение вот этого плана? Вы сказали, что сначала вроде были неплохие темпы, сейчас произошло снижение. Мы в данном случае, еще раз говорю, выбрали все, что можно было доступно сделать. То, что было легко сделать, то, что воспроизводилось, то, что по большому счету приносило быструю прибыль нашему бизнесу. Все остальное, все, что касается каких-то передовых формул, новых формул, это совершенно другой уровень. Это, ну, если не десятки, то там хотя бы 5, 8, 10 лет разработок, испытаний, наблюдений. И только потом новый препарат выходит на рынок. И то из, там, грубо говоря, 100 формул выходит 5-7. Остальные оказываются неудачными. Это огромный рынок, это огромный механизм. И, там, если сейчас сравнить оборот какой-нибудь крупной фармацевтической компании, он окажется равным обороту всего Министерства здравоохранения Российской Федерации, которое позволяет все разрабатывать, испытывать, внедрять и все остальное. Это вы про зарубежные говорите? Это я говорю про зарубежные в сравнении с российскими. Поэтому вот новых препаратов, инновационных препаратов, то, что касается перспективных формул. То есть, это не очень простой процесс, мягко говоря. И, как некоторые говорят, построим заводы и начнем делать. Это не так. К сожалению, это не так. Это и культура производства, это определенный научный потенциал, это специальные клинические базы для всего этого дела. Ну, и огромные деньги. Квалификация сотрудников и работников позволяет вот это производство создавать у нас? Я имею в виду, вузы готовят специальных работников, которые бы работали в этой сфере? Вузы готовят, но доработка, скажем так, их основная все равно приходит на производство, происходит на производстве. Там их уже превращают в настоящих специалистов. Если негде учиться особенно, то мы получим, конечно, среднего инженера. Но того, кто будет идти по краю вот этих самых разработок, это штучный товар. К этому надо стремиться. Надо вкладывать деньги в науку, мы понимаем. Фармацевтическую надо вкладывать деньги в экспериментальные производства. И это, безусловно, надо делать. Пока этого недостаточно. Исходя из бюджета 2023-2025 года, вложения в науку, в образование, но, если говорить честно, и в здравоохранение, необходимых целевых цифр не достигают. Те результаты, которые вы озвучивали, называя их, в принципе, неплохими, которые были за минувшие годы, то есть все-таки вы сказали, что это можно в заслугу правительству поставить, что не сидели на месте. Вот в этот сегмент производства, это были в основном частные инвестиции, либо все-таки государственные? Частные. В основном это был частный бизнес, это были частные инвестиции, частные проекты. С помощью государства, безусловно, с субсидиями соответствующими. С разной степенью успешности. Потому что у меня есть на контроле до сих пор там пару государственных проектов, которые кончились ничем, пшиком, по большому счету, несмотря на огромные государственные затраты. Поэтому частный бизнес себя хорошо показал, повторяю, когда шел по проторенной дороге, по понятной, по уже освоенным технологиям, порой поставляемым или закупаемым целиком. То есть это прежде всего бизнес и инициатива была? Да, это в основном частные компании были. Но, повторюсь, при поддержке государства. В чем эта поддержка выражалась? То есть это какие-то, может быть, налоговые? Это субсидии, в основном это субсидии. Да, субсидии на разработку, на клиниспытания, еще что-то потом, компенсации еще один механизм был. То есть когда создается препарат под ключ, что называется, создателю компенсируются все затраты на его создание. Это такой более прогрессивный вариант, чем давать деньги бесконечно под невыполняемые планы. Мы с вами коснулись немного темы образования в этой сфере. Я вот о чем хотел бы спросить. То есть вот в новых условиях, санкционах, когда власть и, в принципе, наша экономика, страна должна реагировать на эти новые вызовы и готовить кадры новых инженеров. В этом отношении как-то программы образовательные, они корректируются, я имею в виду, где готовят непосредственно инженеров для фармоотрасли? Мне сложно сказать, я не специалист в этой части. Но пока не слышал, что там где-то возникли какие-то прорывы. Проблемы, да. Проблемы качества специалистов, количество специалистов. Они, наверное, во всех отраслях есть. Вот эта связка бизнеса, который так активно включился, как вы говорите, она существует, связка бизнеса с образовательными учреждениями? Они же знают, какие им кадры нужны? Я думаю, пока нет этой связки, хорошей связки. То есть бизнес пока вытащил все, что было возможно из государственного сектора. Может быть, там сливки какие-то снял перспективные с научных образовательных организаций. Но так, чтобы целенаправленно под себя готовить специалистов, пока единицы себе это могут позволить или имеют желание к этому. Что касается здравоохранения, где-то далеко, да, скажем так, далеко-далеко за МКАДом. В данном случае сейчас есть какие-то... Они существуют, разумеется, на бумаге, программы различные, где строятся новые больницы, ФАПы, так называемые. Сейчас в результате санкции это все не свернуто? Все эти деньги в программе предусмотрены. Другое дело, что, конечно, стало дороже многие товары. Медицинское оборудование импортного производства, которому не всегда есть замена отечественного, стали дороже ремонтные работы, кое-где тоже подорожали, в том числе из-за стоимости строительных материалов, металла. Все, что мы помним, было с этой волной подорожения связано. Поэтому деньги те же, но, я думаю, работ будет сделано поменьше. Немножко из того, что планировалось. На самом деле, даже эта программа модернизации первичного звена, по моим расчетам, может быть, четверть потребностей реально и закрывает. Не больше. То есть, грубо говоря, будет отремонтирована одна из четырех нуждающихся в ремонте больниц. Или там построена, перестроена, реконструирована один из четырех нуждающихся в ремонте ФАПов. И самая главная проблема всех этих программ, она даже не в оборудовании, не в зданиях новых, не в автомобилях скорой помощи, а в кадрах. Кадры, к большому сожалению, не прописаны. Не в программе модернизации первичного звена, отдельной срокой. Не в нацпроекте здравоохранения. То, с чего надо было начинать. Кадров там нет. Как таковых. Ну, то есть, написано про них много, что хорошо бы привлечь молодых. То, другое, третье. Но то, что реальных шагов касается. Повышение заработной платы. Уравнение заработной платы. Есть программа «Земский врач», например. Ну, это программа перетаскивания врачей из одного больницы в другую, грубо говоря. Я даже с интересным явлением столкнулся. Приезжают две районные больницы. Из одной районной больницы переезжает в соседний район врач, получает миллион. Оттуда, навстречу, переезжает точно такой же врач. В эту районную больницу тоже получает миллион. Смысл. Был еще смысл, когда из города немножечко, опять же, переезжали в пригород в основном, начинали работать. А сегодня, на мой взгляд, абсолютно неэффективная программа перетаскивания имеющихся специалистов. Не увеличение их количества, не механизмов закрепления их по месту соответствующему, не увеличение до приличного размера базовых окладов и зарплат, не решение проблемы с жильем. Нет. Вот у тебя миллион-полтора, вот ты там отработал свои пять лет. А что там будет с тобой дальше? По моим наблюдениям, процентов 80 возвращается назад. Он уехал из города, поработал в пригороде, получил свои деньги, вернулся. Вы предвосхитили мой следующий вопрос. Есть ли какая-то статистика, что остаются в дальнейшем эти кадры там, на селе, так скажем? Да. Общей статистики нет. Я вам свои наблюдения, которые я получил и в своем регионе родном, и еще в ряде регионов. Закрепления нет. Это не решение проблемы, отнюдь не решение проблемы. Это так. Попытка ее немножечко замаскировать или выдать желаемые за действительные. А есть ли вообще решение этой проблемы? Потому что наши зрители могут возразить, скажут, что такое бремя ложится на региональные власти, а в регионах денег нет. Решение есть. Безусловно, федеральный центр должен был помочь. Первое, надо решить вопрос с окладами. Повторяю, сегодня повышать оклады и выравнивать их между регионами, это крайне необходимо сделать. Как бы кто ни хотел, молодой врач, который приходит в больницу на 20-25 тысяч рублей, который должен содержать семью на это, и еще кучу своих потребностей реализовывать, это совершенно не то, что требуется. Ему предлагается либо умирать на дежурствах, грубо говоря, там ставка плюс еще ставка, а то еще и полторы на две с половиной, во вред своему здоровью, свободному времени. Либо второй вариант, идти в частную медицину, параллельно подрабатывая, используя там свои возможности по перенаправлению больных, а то еще и неформальные соплатежи, провоцированные, неформальные соплатежи, то, что в принципе в простонародье называется взятками. Это тоже не очень здорово. Поэтому то, о чем мы говорим, это адекватное финансирование здравоохранения, в том, что у нас фракция, говорит наша партия. Потому что 4% ВВП, это то, что нас ожидает в ближайшую трехлетку, это чуть выше, чем было до этого, 3,5, конечно, на протяжении десятилетки, но от 6 минимально необходимых очень далеки. Это те деньги, которые не идут на заработные платы, как раз необходимые, это те деньги, которые не идут на обучение, это деньги, которые не идут на обеспечение лекарственными препаратами бесплатно, в данном случае, не отдельных групп, не только инвалидов, как у нас сегодня происходит, а всех, как большинство стран, это называется принцип лекарственного страхования, лекарственного обеспечения, есть заболевания, есть эффективный препарат, значит, этот препарат человек получит за счет государства, либо за символическую плату. Везде принцип работает, в Российской Федерации не работает. Без этого получить ожидаемую продолжительность жизни 78 лет, даже в 2030 году мы не сможем. Я напомню, в первоначальной редакции проекта это должен был быть 2025 год. В 2025 году россияне должны были достичь ожидаемой продолжительности жизни, это расчетный показатель, 78 лет. Теперь он перенесен на 30-й, а при нынешнем подходе и с кадрами, и с доступностью медицинской помощи, и с лекарственным обеспечением его можно будет переносить бесконечно. По поводу выравнивания окладов, насколько сейчас большая эта разница, насколько велик разрыв между столицей и регионами при прочих равниках? Один и тот же врач. В 4-5 раз. В 4-5 раз. Если мы возьмем московскую зарплату, хантамансийскую зарплату, сравним, например, с зарплатой в Ингушетии, такой регион не сильно богатый, то это будет разница и в окладах, и разница в заработной плате в целом. В 4-5 раз. Ну и, соответственно, московская область, Москва в 2 раза, или Тверская область в 2,5 раза. И мы получаем так, что у нас в Москву съезжаются сегодня и с Московской области, и с Тверской области. Ну и, в принципе, все под Москвой ближайше, все высасывается, и специалисты все едут в Москву. Это же как-то обосновывается, или есть ли какие-то попытки обосновать со стороны чиновников? Какие попытки? У нас каждый регион самостоятельный, у каждого своя система. Поэтому вот мы нашли возможность стимулировать, у нас деньги есть, у нас есть специалисты. Вы не нашли, но вам не повезло. Несмотря на то, что у нас большая страна, и у нас одинаковые возможности, одинаковые права вроде бы у всех граждан, но по факту есть Москва, есть сибирские нефтяные газовые регионы, Эмираты, как они у нас называются, где своя возможность бюджетного стимулирования есть, и остальная Россия, где нет доступности, если честно говорить, где большая беда с кадрами, где нет лекарственных препаратов, и где зачастую даже возможность выжить, я уж не говорю там про качественное какое-то существование, выжить, просто получив неохранительный препарат, зависит от того, где ты проживаешь. Большое спасибо, Алексей Владимирович. Я напоминаю нашим дорогим зрителям, что в гостях нашей сегодняшней открытой студии был депутат Государственной Думы, врач-хирург, кандидат медицинских наук Алексей Владимирович Куринный. Не забывайте подписываться на наш канал, писать комментарии и распространять, естественно, наши материалы. Всего вам доброго.